добрый вечер я хочу вам дать несколько сладких таких вещей на шаббат что было что рассказали субботным столом написано что когда евреи у нас была дыша лака написано что когда евреи уходили из египта то они очень торопились до хиппозон написано очень быстро уходим человек быстро уходили память об этом покушаем мацу я хотел начать анекдотов ну сейчас его скучу подсказывают что когда человек один человек пришел в ресторан и говорит эти мне быстренько быстренько стакан водки пока не началось налили он выпил налили мне еще маленькую стопочку пока не началось налили он выпил налили мне еще маленькую стопочку когда началось ну говорят а когда вы будете платить ну вот началось есть вещи которые в жизни надо делать очень быстро пока не началось значит уходили из египта быстро чтобы пока не началось рассказывать нашей главе что муж шарабей ну он избрал его шоуа чтобы он воевал с самолеком и сказал ему завтра ты будешь воевать самолек и и ушел воевал с самолеком уже бы настоял на горе и молился вот рассказывается что через какое-то время его руки стали тяжелыми почему оттяжелели руки маша обея но в том что в том что маша обеяну на самом деле было необычный человек он был очень сильный человек зарочи даже день смерти он был вполне здоровый человек когда ему исполнилось по 20 лет чему же его руки оттяжелены слышал такой комментарий который говорит что в руки оттяжелели потому что он сказал завтра завтра это означает завтра не сегодня и это причина когда перед человеком приходят митсва не должен ошибаться человек то исполняет сразу без всяких завтра а есть люди которые говорят почему не сделать завтра то что можно сделать послезавтра еврейский поток совсем другой пришла к себе в руки митсва пела ее сразу описано что когда в книге суде описано что когда наоми сопровождали две ее невестки рут и орпа которые хотели вернуться с наоми в израиль но мим сказала ну зачем зачем он туда идти израиле к народу муап относится ли очень хорошо народ но был врагом израильского народа когда игре вышли из египта народ муап был плохо встретил игре на и убила мушту проклинать игры орпа вернулась народ все-таки прилипилась к своей крови и пошла вместе с ней землю израиль когда они пришли в землю израиля то но не сказала рут какой-то из дней ради и я тебе даю такой совет пойти и переговорили с глазом нашим родственникам и он должен тебе жениться когда босс увидел что это действительно скромная девушка и стоит на ней жениться вы думаете он медленно он устроил свадьбу хотя это было очень непросто в тот же день тот же день он устроил заседание сам медленно суда суда высшего на котором он указал на котором вы была выдвинута калаха закон что мобитяне мужчины и могут принять и в рейс по мультяне мультянки женщины могут поэтому он в тот же день на ней женился и на следующий день он умер в ту ночь род начала ее сын у нее родился сын который назвали обет обет был дедушкам царя давид царя давид получается что если бы вас промедлил то не было бы царя давида так мы отсюда учим насколько человек должен торопиться рапицан зильбер он когда сидел в сталинском концлагере я слышал что у него была такая работа там он должен был носить воду так вот он носил воду очень быстро течение 30 минут он исполнял то что он должен был сделать до 45 и следующие 15 минут он прятался и учил то какая была ценность это вы не можете себе представить учитель мне рассказывал что тоже обрамцы и малкин что все что он в жизни выучил в основном выучил тогда когда он сидел в поле маленьким ребенком и учил то и это то что ему дало на всю жизнь так вот торопитесь когда приходит митцва торопитесь исполнить его скорее вообще у меня есть такое в жизни правило что если что-то хорошее к тебе пришло не думай что завтра пьет лучше торопись исполняй поскорее поскорее шаббат шалом всем счастливо